По старой доброй традиции показываю, сколько получилось заработать в этом месяце на пульсе от Майл. Этот месяц я имею в виду уже не август, а июль, то есть деньги за июль приходят 2 августа, ну то есть 2 числа каждого месяца вам приходят за предыдущий месяц. Начисляются они, конечно, не моментально, там иногда приходится ждать даже пару недель, но это не критично, когда вы знаете, что деньги уже идут, когда вы знаете, что их вам уже отправили. Но сегодня бы хотелось поговорить не о тонкостях перевода, а скорее о том, как их получилось заработать, почему столько и что я об этом думаю. Вот, в общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. А заработать в этом месяце получилось практически 75 тысяч рублей. 75 тысяч рублей довольно неплохие деньги, это еще учитывая то, что это деньги с одной только площадки, то есть с одного пульса. Помимо пульса есть еще Яндекс.Дзен, помимо пульса и Дзена есть еще и Ютуб. Там, конечно, намного меньше доход. Скажем, на Дзене это связано с тем, что туда я стал намного меньше писать, ну примерно по 3 статьи в неделю на 1 канал, на 2 канал тоже стараюсь писать по 3, но на 2 уже не получается. То есть я выкладываю периодически какие-то видосы, какие-то коротенькие, может быть, статьи, или длинные даже статьи, но нерегулярные. Из-за того, что 3 статьи на втором канале у меня не выходят, карма как бы у меня опускается, статьи меньше крутятся. Но будем стараться. Вот, но ни о Дзене речь. И Ютуб там у меня в среднем выходит по 10 тысяч рублей в месяц. Максимально было 18 тысяч, падало где-то до 7 тысяч. По-разному бывает, в общем, зависит от успеха видео. Тем не менее, самый максимальный доход сейчас у меня на пульсе. О нем, собственно, и продолжаем разговор. Чтобы не быть голословным, давайте я вам покажу личный кабинет, давайте я вам покажу статистику. Переходим. Ну вот, давайте откроем кабинет партнера и посмотрим. Здесь у нас реклама за июль 2021 года. Вот он 2 августа пришел, то есть 2 числа каждого месяца нам приходят выплаты на пульсе. И пришло у нас 74 333 рубля 99 копеек, сумма поступления. Ну, практически 75 тысяч рублей. За август уже накапало 7 103 рубля, учитывая то, что сегодня 4-е, только август довольно неплохо. Итак, 74 333 рубля. Да, это в принципе, ну если посмотреть предыдущие выплаты, на втором месте. Больше было только в апреле. 87 927 рублей. Примерно такая же сумма, как сейчас у нас была в мае 2021-72 242. Но на данный момент июль у нас на втором месте. Вот, за июль пришло 2 августа. Почему я, собственно, это показываю? Ну, потому что в первый раз, когда я выпустил видео про Яндекс.Дзен, где говорил, что заработал первые 20 тысяч на этой площадке, никто мне особо не поверил. Ну, то есть, видео крутилось, было много комментариев, но многие в комментариях этих писали, что нет, такого вообще быть не может. Покажи статистику, докажи, что это так. Ну, вот, пожалуйста. Теперь я практически всегда показываю личный кабинет. Раньше, когда я начинал записывать первые видосы, я не мог этого сделать просто по причине того, что не знал, как записывать экран. Потом какие-то программки скачал, начал уже записывать, показывать. И в целом, конечно, не так сложно даже взять какую-то статистику на экране и чуть-чуть подправить, поэтому некоторые скриншоты делают. Но, чтобы в динамике это было видно, можно просто перейти в раздел блоги и посмотреть вообще выручку. Вот за 7 дней стоит, за 7 дней 14 117 рублей. Вот у нас показана посещаемость. Ну, давайте перейдем на выручку. Вот она, 2000 здесь, 2355 здесь, здесь у нас было 2640. Как я уже много раз говорил, в выходные проседает, то есть суббота 1716, воскресенье 1457. Это одна из закономерностей, которую удалось усмотреть. Можно посмотреть, также поставить 30 дней. За 30 дней у нас показывает 64 тысячи, но это потому, что у нас, по сути, два канала. Плюс у нас сейчас здесь показывают некоторые дни августа. 3 августа, 4 августа. Давайте посмотрим, вот 64301 на этом канале, поставим второй канал. На втором канале у нас за месяц получилось 9071. Здесь тоже учтены 3 августа и 4 августа, и не включены 5, 4, 3 июля. Если их включить, то цифры вполне будут соответствовать тому, что показано в балансе. Вот, 74333 рубля. Посмотрим, что у нас, конечно, будет в августе. Надеюсь, получится побить вот этот вот рекорд. Ну вот, собственно, у меня все прозрачно, все показываю, все демонстрирую. Надеюсь, больше не будет таких людей, которые в комментариях будут писать «А, ты все врешь, давай доказательства». Ну, как бы вот доказательства. С другой стороны, мне вообще пофигу, если кто-то не верит. Все дело в том, что с обычной работы с 9 до 6 5 дней в неделю я уволился. Не даст бог соврать. Где-то уже больше года прошло, если не два. Время, на самом деле, быстро летит, не успеваешь оглянуться. Так вот, я уже давным-давно не хожу на работу, пишу статьи, снимаю видео, меня все устраивает. Переехал в Петербург, ну, то есть, в Уфе мне не очень нравилось. Хотя Уфа, на самом деле, чудесный город, там приятно, зелено. Но в плане каких-то мероприятий, в плане каких-то событий, ну, конечно, Петербург чуть повыше уровнем. Можно было переехать и в Москву, там еще больше событий, но Москва жить в центре довольно дорого. А я хочу жить в центре. Пусть даже в комнате. Так вот, этих денег, которые я зарабатываю на Пульсе, на Дзене и на Ютубе, вполне себе хватает на то, чтобы снимать комнату в центре Петербурга, на то, чтобы жить и не ходить на работу, на то, чтобы одеваться, питаться, посещать мероприятия, которые я хочу. Периодически ездить в Москву на мероприятия, которые я хочу, ну, раз не получается, поселиться в центре Москвы, то можно просто туда ездить. Ну, потому что из Петербурга это ночью на поезде, там, тысяча-две билет стоит. Садишься, утром приезжаешь, все, выходишь, куда тебе надо. Может быть, не очень удобно, но как есть. Собственно, по поводу заработка. Раньше я зарабатывал исключительно на Яндекс.Дзен. Весь доход мне приходил с Яндекс.Дзена. Там максимально, если я не ошибаюсь, ну, приходило где-то тысяч по 60. Потом подключился еще и Ютуб, стало выходить там еще десятка с Ютуба, 70, но было не каждый месяц так. Одно время где-то 50-60 тысяч в месяц выходило, меня устраивало. Но, чтобы зарабатывать там, я выпускал где-то по три статьи в день. Три статьи в день. Это три канала у меня было. На каждой я писал по одной статье. Вот и считайте. 7 на один канал, 7 на второй и 7 на третий. 21 статья в неделю. Иногда я пропускал, не делал статьи в выходные, но даже если пропустить субботу и воскресенье, выходит 15 статей все равно в неделю надо было выпустить. Причем некоторые каналы требовали больше всего усилий, а приносили меньше всего денег, но забрасывать их было жалко. Сейчас я на Дзене веду те каналы, которые мне приносят более-менее нормальный доход. Причем Дзен немножко начал меняться, что меня несомненно радует. То есть он обещал заблокировать всех манимейкеров и эти средства распределить нормальным автором. Я все еще верю, что Дзен так и сделает и мы будем выпускать с вами качественные статьи и нам будут за это хорошо платить. Если это так, то вообще отлично. Будет у меня хороший доход и Дзена, и с пульса. Сейчас я не могу сказать, что на Дзен у меня очень-очень низкий доход. Не могу сказать, что он очень-очень высокий. Надо, конечно, посчитать, но на вскидку там выходит 15-20 тысяч. Это при том, что я веду, наверное, активно только один канал, вернее полтора на личный блок я выкладываю так иногда, когда мне взблагорассудится. Больше всего силу я, конечно, что вкладываю в исторический канал. Причем я начал вкладывать в исторический канал силы и на Дзене, и на Пульсе. Если я переношу на Пульс какие-то статьи с Дзена, то я их не просто беру, копирую и вставляю, а нахожу дополнительную информацию, нахожу какие-то дополнительные источники, исправляю все ошибки. На Дзене я, если честно, вот старые статьи так и оставил, которые были, но иногда пишу новые, и там опять же пишут длинные тексты с источниками, со ссылками. Надеюсь, Яндекс.Дзен это тоже оценит. Вот Пульс уже оценил, по сути, и приносит мне, в принципе, довольно неплохие деньги. За приглашенных авторов на Пульсе мне еще начислили 3000 рублей, но это в период, когда была акция. Кто-то там прошел проверку, кто-то не прошел проверку, но еще, помимо этого, за приглашенных авторов мне подарили неплохую такую толстовку. Вот она. Собственно, здесь у нас такой логотипчик Пульса, своеобразный, и бирочка такая с логотипом Mile, Mile Group. Материал еще такой довольно теплый. Так что, если меня отовсюду выгонят и везде забанят, у меня останется кое-какой реквизит, в котором я буду ходить по улицам и просить, чтобы меня накормили и приютили. Вот. А если серьезно, то это сейчас была не реклама толстовок от Пульса, ну, потому что они эти толстовки не продают, это как бы подарок блогерам. Мне вот от Пульса пришел такой подарок, спасибо большое. Но это, конечно же, не значит, что меня подкупили, я буду рассказывать и показывать все, как есть. Как все это развивается, какой доход это все приносит, о всех усилиях, которые я туда вкладываю. Кстати, об усилиях. Вот. На Пульсе я веду два канала. Один по истории, другой канал про фильмы. Канал про фильмы, как вы уже видели, приносит где-то, ну, 10 тысяч в месяц. Канал по истории где-то 64 тысячи. Отличие между этими каналами вот в чем. Канал по истории я веду очень скрупулезно. Стараюсь как раз, как я говорил, добавить туда все ссылки на источники, добавить какую-то дополнительную информацию, добавить какие-то изображения, которые связаны с данной тематикой. Проверяю на все ошибки, ну, насколько мне хватает ума и фантазии. И только потом выкладываю статью. Канал про фильмы, я признаюсь честно, веду не то, чтобы прям спустя рукава, но намного проще. То есть беру статьи какие-то, они очень часто довольно короткие, одна картинка там, ошибки я проверяю и справляю, конечно же, но особо не заморачиваюсь и довольно поверхностно раскрываю тему. Ну, так вот, как вы видите, это довольно сильно сказывается на доходе. То есть один канал приносит 64 тысячи рублей, другой канал 10 тысяч рублей. Понятное дело, что тут на все еще влияет тематика. Один канал более серьезный, другой более развлекательный. Но, тем не менее, я думаю, то, что в один канал вкладывается больше усилий, как бы это еще и отбивается. Так что не особо важно, где вы ведете свой канал. На Ютубе, на Яндекс.Дзене, на Пульсе. Все-таки стоит вести его хорошо. Потому что главный критерий в продвижении контента это поведенческие факторы пользователя. Скажем, на Ютубе, чтобы ваши видео продвигались, важны два параметра. Это первый, кликабельность вашего видео, как часто переходят пользователи, видя его значок. И второе, это удержание аудитории, как долго они его смотрят. В принципе, помимо этих параметров, на Пульсе и на Дзене есть еще множество других. Это лайки, комментарии, репосты. И все это как раз можно назвать этой реакцией пользователей. И вот, чтобы она была позитивной, контент должен быть намного лучше. Что на Ютубе, что на Пульсе, что на Дзене. Так что, чем лучше делаешь контент, тем больше зарабатываешь. Я надеюсь, что у меня это все будет еще развиваться. Я буду зарабатывать еще больше. Надеюсь, что и вы будете зарабатывать еще больше, если вы являетесь честным автором, стараетесь и вкладываете усилия. Вот. Ну, а у меня на этом все. Буду делиться с вами дальнейшей информацией. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok